Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно у нас с вами был сюжет о том, чем отличается бурая пятнистость и фитофтороз. Я показывала на примере своих растений. Вот в этой теплице у меня бурая пятнистость была и достаточно она сильно распространилась, потому что не могла я вовремя принять меры к тому, чтобы ее задержать, а просто-напросто хотя бы надо было вовремя обрезать эти листья. И вот что такое бурая пятнистость? Это заболевание, которое может съесть все листья, то есть они желтеют, 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 приходится их полностью срезать, как у меня вот на этой стороне теплицы. Что такое фитофтороз? Фитофтороз это такое заболевание, которое не только листья поражает, но и сами плоды. Вот если у вас бурая пятнистость, то посмотрите, вот сколько плодов, да? И совершенно ни один плод не поражен, ни одного пятнышка, ни на каком плоде нет. А если это фитофтора, если пятна все-таки фитофторы, вы достаточно быстро увидите, что у вас какие-то плоды отдельные поражены. В этом случае непременно надо срочно убирать урожай, который более-менее крупные плоды, все, что осталось, нужно опрыскивать. А те плоды, которые вы собрали, обязательно надо обработать каким-то образом. У нас с вами был об этом сюжет. Вот какие вопросы задавали в связи с тем прошлым роликом. Говорят, что бурая пятнистость и фитофтороз это заболевание антагонисты, что якобы, вот когда присутствует одно заболевание, бурая пятнистость, фитофтороза уже нет. Это неправда, потому что у меня есть знакомый, вот тут недалеко у нас дома находится, и она практически ежегодно остается без урожая помидоров. У нее все начинается с бурой пятнистости, а заканчивается именно фитофторозом, она выносит целые ведра вот этих вот помидоров, пораженных этими пятнами. То есть все-таки это заболевание никоим образом друг другу не мешает. Есть и фитофтора, есть и бурая пятнистость, может это все присутствовать в одной теплице. Теперь, как бороться? Вот бурая пятнистость такая предательская вещь, которая, наверное, ну в любой может быть период, и когда жарко, и когда холодно. Вот от нее, я не знаю, достаточно сложно избавиться, если не применять химических препаратов. Биопрепараты можно, но это вот, знаете, надо часто, часто, часто их применять, тогда вот может быть это все сложится благоприятно и не будет этой бурой пятнистости. Если у нас нет возможности так часто регулярно применять биопрепараты, то бурой пятнистость все равно она будет присутствовать. Но и бог с ней. Вот видите, я обрезала все вот эти листья и специально оставила, чтобы показать, что видите, плоды-то висят и никаких пятен на них не появляется. То есть это не фитофтороз, именно бурая пятнистость. Вот листьев нет, а помидоры есть. Есть устойчивые сорта, я вам показывала, которые листья сохраняются и вот видите, в одной теплице. Даже вот в одном ряду есть томатики, которые чуть ли не листиками, да не чуть ли, а листиками буквально соприкасаются. На одних это бурая пятнистость есть, на других нет. Теперь давайте вот о чем. Как все-таки предотвращать вот именно эту фитофтору, потому что с бурой пятнистостью, видите, как все благополучно, то есть урожай-то мы имеем. С фитофторозом мы его теряем. Как бороться с фитофторозом? Я для себя вот вывела три главных правила, которыми нужно обязательно пользоваться, ни в коем случае ими не пренебрегать. Вот первое правило это применение биопрепаратов. Я много вам делала уже сюжетов о том, какими пользоваться, как правильно пользоваться и сейчас я их перечислю все вместе. Это не реклама, дорогие друзья, потому что не сталкивают в одном ролике разных производителей. Поймите это правильно, вы просто приходите в магазин и выбираете то, что у вас есть. И вот эти биопрепараты нужно применять заблаговременно, а не тогда, когда у вас вот эти пятна появились. Понимаете? Тем более вот фитофтора-то, она пятна-то уже, да и любое грибковое заболевание, пятна появляются, когда уже споры проросли в ткани. То ли в ткани листа, то ли в ткани плода. То есть это же поздно. И вот в какое же время вот применять эти биопрепараты? Называют срок, как появилась первая кисть. Спрашивают, первая кисть цветочная или первая кисть с плодами. Дорогие друзья, да это не принципиально. Чем вы раньше начнете применять, тем лучше. А вообще говоря, это надо начинать с рассадного периода. Мы обеззараживаем почву для выращивания рассада, мы поливаем саму рассаду биопрепаратами. Вот тогда у них сам иммунитет будет очень хорошим. И дальше мы обеззараживаем почву в теплице и еще повторяем хотя бы три раза в течение периода выращивания, то есть в течение лета хотя бы три раза. А лучше через каждые две недели это делать. Что я делала в этой теплице? Я применяла биопрепараты фитопфлора-С и применяла вот этот вот трихоцин. Фитопфлора-С это у нас на основе сенной палочки бацилла субтилис или субтилис, как ее по-разному там говорят. Трихоцин это гриб полезный триходерма. Спрашивают у нас иногородние, вернее иностранные подписчики, кто живет там в Европе, в Америке, из Израиля вот нам, например, пишут. А у нас нет таких препаратов. По латыни, дорогие друзья, вот на всех препаратах обычно пишут действующее вещество. И по латыни оно написано. Вот и триходерму вы увидите на латыни, и бацилла субтилис тоже увидите на латыни. Вот еще препараты фитоспорины. Всевозможные ими тоже можно пользоваться. Это фитоспорин, вот тоже он на основе сенной палочки. И там только штаммы разные, да, вот они разные. Еще фитоспорин томаты, фитоспорин универсальный. Еще тут у меня, значит, фитоспорин в порошке. Вот он, порошковый фитоспорин. Всеми ими тоже можно пользоваться. Меня спрашивают, а что же, он хуже или лучше? Да нет, просто вот я закупила с вот этим фитопфлорес, и он у меня есть. И очень мне понравился этот препарат, но вот фитоспорин я очень часто применяю, да и не только для нужд теплицы, но и вообще для других тоже. Вот смотрите, разведенный препарат у меня постоянно под рукой, я его храню. И фитоспорин так можно хранить, и фитоспорин тоже так можно хранить. Поставила в шкафчик, он у меня всегда есть. Теперь, вот смотрите, еще один вопрос. Когда начинать обработку осеннюю, не надо ждать окончания сбора плодов. Вот мы сейчас с вами, смотрите, еще как долго будем собирать. Зеленых-то плодов полно, да. И опять же, я повторюсь, вот специально оставила для вас и показываю. Пятен нет. Вот если бы это была фитофтора, и они висели, совершенно точно это было бы поражение на нижних плодах обязательно. Вот, и зеленых плодов полно, и мы это будем собирать с вами чуть ли не до октября месяца. Поэтому зачем ждать? Мы это всю почву сейчас можем обрабатывать. Как это делается? На упаковке есть инструкция и здесь, и здесь. И внутри есть еще большая распечаточка, да, то есть вы там еще внимательно посмотрите и сможете применять. Мы разводим в леечке, все это поливаем. И дальше поддерживаем влажность, чтобы у нас эти вот полезные наши микроорганизмы жили там в этой почве, а не погибали от пересыхания. То есть вот первое правило я вам назвала, это использование биопрепаратов. Второе правило, которое я вот тоже очень настоятельно рекомендую соблюдать, это мульчирование. Вот первое со вторым правилом, они так тесно связаны, потому что вот нас, скажем, нет 5 дней. На улице жаркая погода, в теплице тем более пересыхает моментально. Все микроорганизмы живут в верхних слоях почвы. И бактерии, которые мы из этих препаратов внесли, и вот эти полезные грибы, которые из трихоцины тоже. Что получается, мы их внесли, они не работают. И они просто погибли или уснули до лучших времен, пока эта влажность повысится, да. Вот чтобы влажность у нас почва всегда была нормальная, хорошая, это вот мульча и нужна. И вот если мне говорят, что мы применяли эти препараты, они не действуют, я прихожу в этот сад, а земля-то там голая. И вот понятно, что с этим тоже может быть связано. Вот сейчас посмотрите, это у меня новый слой мульчи, то есть я его подложила не так давно. Подновляю я ее, чтобы все время она достаточно толстенькой была, чтобы эта влажность вот там замечательно сохранилась. Вот знаете, если даже не вносить эти биопрепараты, под этой мульчой сама заводится сенная палочка, вот та полезная, которую мы из пакетиков туда вносим, да. Она сама заводится. Но если мы из этих препаратиков ее туда зальем, да, будет только лучше. Она более усиленный вот штамм, она сразу размножается в большом количестве, и она эффективно борется с этими со всеми болезнями, болезнями. Вот и все. И третье правило, наконец-то, и я вот считаю, что кто это правило не соблюдает, вот грубейшую ошибку допускает, потому что тогда первые два правила, хоть применяй, хоть не применяй, они не будут работать у вас. Потому что вы все условия сделали к тому, чтобы наоборот грибам помочь. Что же это такое? Это проветривание теплицы. Вот смотрите, сейчас у нас конец августа, холодно достаточно, да. И вот мама даже со мной всегда вот спорит и говорит, да нет, Наташа, надо закрыть, там прохладно. Я объясняю, что важнее не то, что мы создаем тепло, да, а важнее то, что мы обеспечиваем сухость. Вот конденсата не должно быть. Вот сейчас у меня этот небольшой конденсат есть. Знаете почему? Я сегодня рано уехала из дома, думала вернусь, быстренько открою теплицу, а не получилось. И у меня где-то примерно до 9 часов вот эта теплица у меня стояла закрытая. Я прихожу, у меня уже вот такие капли конденсата там висят, я уже испугалась, я быстрее все это открыла. Вот понимаете, то есть это моментально происходит, это одного дня хватает, чтобы вот такие условия создались для роста именно вот этой патогенной микрофлоры. Что она любит? Это вот вся зараза, да? Это влага и тепло. Грибковые заболевания, они такие же, как наши грибы, которые в лесу растут. Когда они начинают расти? Когда достаточно теплая погода и влажненько. Вот тогда полоса грибов идет. Вот точно так же в нашей теплице. Только эти условия мы сами создаем. Мы полили, тем более если, а боимся, что прохладно, теплица у нас стоит закрытая, все. Там эти грибы, они размножились и победили в ваших этих полезных микроорганизмах, которые вы внесли их больше, они больше распространились у вас. Так что вот эти правила обязательно надо соблюдать. Теперь я покажу, как я вношу вот эти биопрепараты в почву. Вот я, например, возьму трихоцин. Вот опять же, к вопросу, говорили в одном из роликов, да не буду скрывать, Иван Русских говорил, что трихоцин не действует. Триходермы, которые вот они взяли из трихоцина, не действуют. Во-первых, производители надо смотреть. Во-вторых, как этот препарат хранился и где его покупали. Это тоже важно. Я вам отдельно про трихоцин расскажу вообще интересную историю, как он не только предотвратил развитие заболезней, как он вылечил мое растение. Вот, понимаете? Поэтому вот я доверяю и производителям этой агробиотехнологии, и абсолютно точно, ну вот вам, пожалуйста, да, фитофтора-то никакой нет у меня. Вот. И что дальше? Вот когда мы идем обеззараживать нашу теплицу весной, мы их губим там в почве, не даем им развиваться. Потому что зимуют вот эти споры все в почве преимущественно. Даже не на стенках, они там пересыхают на стенках, да, и не так уж там это опасно, что вот они на стенах сохранились. А именно в почве, потому что там у нас условия-то хорошие, благоприятные. Мы их в почве там погубили, потом еще несколько раз опять из почвы оттуда, значит, тоже не даем им выйти тем, что вот и мульчируем, и поливаем опять же этими биопрепаратами. Вот. И, наконец, сейчас, в конце сезона, мы снова их, вот все споры, если вдруг они с листочков осыпались туда, мы опять же их там погубили вот этими препаратами. Еще раз повторюсь, не ждите окончания сезона. Вот этот пакетик 6-граммовый мы высыпаем в лейку. Лейка, правда, стилитровой должна быть, но ничего страшного. Больше не меньше. Вот. Высыпали, высыпали так аккуратненько. Все, я даже, знаете, как вот разрываю этот пакет, вот, и аж там его споласкиваю вот в этой лейке, чтобы все-все-все-все-все-все там перешли вот эти споры, порошочек этот, чтобы он весь до конца там высыпался. Размешиваем и поливаем. Надо настаивать, не надо настаивать. Дорогие друзья, когда в почву у нас все это вносится, там же влажные у нас условия, да, и там тоже развитие этих всех микроорганизмов продолжается. Но лучше, когда вы тоже соблюдаете всю же эту инструкцию, да, и делаете по правилам. Дальше как мы делаем. Вот если вы сейчас вот так из лейки будете поливать без ситечка, это у вас пойдет очень большой расход, да. А тут вот этого пакетика у вас хватит не только ли на всю эту теплицу, а даже еще и больше, если делать по инструкции. Вот. Поэтому ситечко на лейку обязательно наливайте. Второе еще как можно. Я беру иногда ведро 10-литровое и вот этой махонькой леечкой зачерпываю и вот так прохожусь прям по этим грядкам. Там побрызгало, там побрызгало. Смотрите, у нее какой вот прям, да, маленький это, струйка-то маленькая. Мы что делаем с вами? Это не полив, это не удобрение, не подкормка, да. Это именно мы вносим вот этих полезных микроорганизмов в почву, и они там уже развиваются. Поэтому нам-то их только чуть-чуть побрызгать. Самый лучший вариант, самый экономный, это вот опрыскиватель, да. Вот он у меня такой замечательный. Я вот не нарадуюсь вот эту вот модель, просто суперская. Она такой мелкий распыл дает. Тут действительно и первую, и вторую можно теплицу обработать этими 10-ю литрами, да. То есть вот вы это именно экономно. А дальше обычной водой вы проливаете, чтобы споры проникли в почву, это раз. А второе, чтобы добиться определенной влажности. Вот и все. Итак, дорогие друзья, что делаем сейчас? Не ждем осени. Идем в магазин, покупаем то, что у вас есть в наличии именно сейчас в магазине. Если вы найдете какие-то там другие биологические препараты, пожалуйста, тоже пользуйтесь. И вот можно еще до конца осени не один раз обработать. Особенно если у вас была махровая вот эта вот какая-то болезнь, та же фитофтора, да. Вот говорят, а чем лучше вот все-таки пролить каким-то химическим или биологическим? Если все сделать по правилам, если повторить еще 2-3 раза, то я бы лучше все-таки склонялась к биопрепаратам. Говорят, что вот эта вот химия, это как тяжелая артиллерия, уж как накрыл, так и все. Там места живого не осталось от этих заболеваний. Да нет, эти вот такие заразы, они же мелкие, где они будут-то сохраняться, понимаете? А вот биопрепараты, это тоже то, что живет в почве. А это не разовое внесение. То есть оно вот живет в почве и не дает распространяться. Плюс еще вот и почва-то не страдает от этого. Вся живность там прекрасно тоже уживается вместе с этими биопрепаратами. Поэтому я именно за биопрепараты. И вот храним, если у нас лишнего осталось. И еще раз повторяем, и еще раз повторяем. Вот такие правила. Я вам всем желаю, чтобы у вас были хорошие урожаи. Три правила я вам назвала. Это биопрепараты, это мульчирование и проветривание. И поверьте, вот если вы их будете соблюдать, у вас будет хороший урожай.